Привет, я доктор Кэтрин Хортон. Сейчас без четверти час ночи. Я хочу показать тебе, что её закачали в дом. Да, посмотри на это. Посмотри на это. Здесь абсолютно безумно. Это похоже на то. Посмотри на это. Это просто моё. Мой череп горит изнутри. И то, что они только что сделали, просто… Здесь и здесь произошли некоторые безумные вещи, и в основном они просто мучают меня. Мой череп горит изнутри, и я просто… Я отчаянно пыталась заснуть, и то, что они сделали, по сути, во сне, и подождали, пока я не потеряю сознание, а затем снова контролировали мои конечности. И по сути, они просто… Они просто заставили меня очень сильно пнуть моего мужа и уснуть. Я просто… Я только что проснулась, и мне кажется, что они разрушают нашу жизнь. Они действительно такие, обычные психопаты, которыми управляют Mi 6 и Mi 5. Если ты просто загуглишь Mi 6 и Mi 5 Exposed, ты найдешь все отчаянные мольбы агентов Mi 6 и Mi 5, которые подверглись сексуальному насилию со стороны этих психопатов. Это все, что есть. По сути, это спутники. У меня закончились башни Эску Хаоса рядом с твоей рукой. И это, по сути, они просто клинические психопаты там-там и там-там. Приятели по траху с лепестками, по сути, управляют нашим издевательством и просто мучают людей, просто заводят людей. А мужчинам, которые это делают, 7 за 60. Они абсолютные государственные дегенераты. И они просто подрывают всех внутри. Такие мужчины, как доктор Лумпер, просто похожи на грязных коллаборационистов, любят придумывать оправдания, почему они не должны помогать людям. А тем временем нас уничтожают. Вы все можете погуглить электромагнитные пытки «Медведи и день», и вы увидите отчаянные свидетельства всех, например, честных людей, которые на самом деле пытались что-то сделать. Например, на самом деле пытались улучшить мир. А тем временем у тебя есть такие придурковатые дегенераты, которые просто бегут по следу. Так что, по сути, просто посмотри на еду. Я имею в виду, просто это распределение. Это 560. А посмотри-ка сюда. Это чокнутое. Это сигнал мобильного телефона. Это должен быть самый высокий сигнал здесь. А посмотри на этот диапазон частот. Этот пик находится на отметке 560. И просто-просто посмотри на это. Мой дом просто забит этими штуками. И мы не знаем, какие из них они используют. Но ты только посмотри на это. Посмотри на эту гигантскую структуру, которая только что возникла здесь, разгоняясь до 100 МГц. Я имею в виду, что это сигнал мобильного телефона здесь. Но вот здесь, этот маленький бугорок. Это кзан, отмеченный здесь. А потом, посмотри на это. Так это сейчас поднимается до наших 47 дюймов. И они просто громят дом И. И Бог знает, какие наночастицы они на самом деле ввели мне на последнее МРТ. Но, по сути, спецслужбы просто пытают людей до смерти. Эти дидженерис И. И посол в Германии знает, что происходит. Потому что все посольства, по сути, являются Би и Ди. Они там. Все британские посольства — это сотрудники МИСИКС. А все молодые немецкие посольства — это Би и Ди. Значит, он знает такие вещи. И, по сути, он просто сидит там и смотрит, как гражданина Германии пытают до смерти дегенеративные швейцарские нацисты. Вот что доктор Олимпедас. Это повторный показ колонии Дегнита. По сути, это колония Дегнита 2.0. А поначалу они просто мучают нас каждый Божий день. У них есть, ты знаешь, эти дегенеративные соседи, где они ставят передатчики. Но это просто ты знаешь, они пытаются просто неврологически унизить тебя всеми возможными способами. Когда мы легли спать, они просто просверлили карандашную балку рядом с моим позвоночником. Это было так мучительно больно. Я корчилась от боли, пока не обмотала грудь алюминием. А потом я просто сплю с головой, покрытой алюминием. Я просто пытаюсь блокировать это. Эти ты знаешь, я не знаю, что это за волны. Неужели они убегут, если просто снимут это? И ты слышишь, как трескается алюминий. Ты слышишь, как алу трещит, когда тебя бьют эти дегенераты. Это как? Что это такое? Что это за хрень? И по сути, так ясно, кто это делает. Все преступники, разумные агенты. Это все европейские спецслужбы. Они создали абсолютно неучтенную систему государственного вырождения. И они просто убивают людей. Составь бюджет немецких черных операций, который был раскрыт в рассказе Кристофера немецкий Гонг Гонг Штейнс. Я не могу видеть группировку, которая все еще сражается во Второй мировой войне. Ты знаешь, что война их самый скрипучий маневр для чего? Что не так с этими дегенератами? Они, по сути, клинические пациенты. Они сумасшедшие, и буквально они просто заводятся. Молодые пары влюбляются ни в что другое. Моему мужу теперь приходится спать в гостиной, потому что в спальне меня пытают так, что я корчусь в постели. И они управляют моими конечностями. Они развлекаются. Я лежу в постели, и они просто двигают моей рукой. Как ты видишь, у них есть то, что называется синтетической телепатией. Диапазон мегагерц от 400 до 700. Они считывают отпечаток твоего мозга, и в идеях, которые когда-либо будут, ты знаешь, они могут просто прийти после того, как один из этих маленьких излучателей пошлет импульс, и твои конечности дернутся, и ты упадешь со своего велосипеда. У тебя бывают несчастные случаи и все такое прочее. И этим управляют спецслужбы. Этим управляют эти абсолютные дегенераты с конечным утверждением. Доктор Бруна Келл, нацист, отвечающий за это в Германии, Алекс Янг, нацисты, отвечающие за это в Великобритании. И Н, Д, Б, нацисты, главные нацисты здесь, в Швейцарии. Они, по сути, уничтожают людей, потому что эти люди настолько не в своем уме. Они просто публично калечат людей и... И просто... Просто посмотри на сигнал. Это нормально. Это нормально, что у тебя есть доктор Пол Батчер, который говорит, что все, что находится между 400 и 750, является террористическим актом. И у тебя есть этот огромный сигнал, который даже больше, чем сигнал мобильного телефона. Посмотри на это. Посмотри, что здесь вбито. Тоже на 47, Д, Б, А, 2,72. 7 ГГц. А эти нацистские дегенераты. Я имею в виду... Посмотри на это. Посмотри. Что это? Что это за хрень? И ты можешь видеть, как они злорадствуют в Твиттере. Ты можешь видеть, как нацисты злорадствуют в Твиттере. По сути, у нас повторение Второй мировой войны. К нам вернулась гребанная гестапо. Но это просто если ты будешь думать с точки зрения национальностей, ты этого не получишь. Это психопаты. Все эти старые пердуны, дегенераты, психопаты. Они все заняты. Редчайшие дети. Вот почему. Вот почему они продолжают трахать детей, поклоняться козам и тому подобному дерьму. Это все психопаты. Они все, знаешь ли, ущербные люди. Но это все онлайн. Просто загугли МИ-6 и МИ-5. И у тебя будет все это. Это просто все онлайн. Это их собственные агенты. Ты знаешь, умоляют о помощи. А ты можешь прочитать, как во время тренировки их облили горячим маслом, и они чуть не убили женщину. И они просто заставляли людей прыгать со скалы и тому подобное дерьмо. Это похоже на то, насколько дегенеративными могут быть эти люди. И какой же ты можешь быть дегенераткой, если ничего с этим не сделаешь?